Плоская кровля Тем не менее, считается, что это менее надежная структура, чем скатная А когда на бумаге начинаешь рассказывать и показывать, что на самом деле на плоской кровле у меня гораздо меньше снега лежит зимой Потому что нет подветренной и ненаветренной стороны Соответственно, даже просто площадь поверхности проекции, горизонтальная, она всегда меньше, чем два ската Соответственно, и снега должен лежать ровно в два раза меньше Плюс не нужно беспокоиться о том, что снег может на одной стороне скопиться, а потом под солнышком потаять и обрушиться двумя-тремя тоннами Такой крошки львина экономит на голову Плюс мы вообще можем забыть о том, что он там есть Вот он там себе лежит всю зиму и свой аккуратно ставит Нет водостоков внешних, которые нужно греть, нужно постоянно чистить У нас все это скрыто, все это защищено и нет никаких проблем ни в ливень, ни в снег, ни в дождь, ни в мороз, ни в жару Они могли быть холодными 150 лет назад Сейчас, когда применяются двух- и трехкаменные стеклопакеты со специальным стеклом Низкоэмиссионным, которые задерживают тепло внутри и не позволяют выходить ему на руль Этих проблем нет Иногда окно может быть теплее, чем самоконструкция Это характерно, кстати, для деревянных зданий Если мы берем брусовой дом с толщиной стены 180 мм То окно, если оно качественное, хорошее, может быть гораздо теплее самой стены Не будет холодно и не будет дуть Если у вас стоят правильные окна, с ними ничего не произойдет При правильном расчете здания нет ни запотевания стекла, ни сквозняковую из них, ничего, 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 что боятся очень многие из наших Тем не менее, удается показывать, наш старый поэт, показывать, рассказывать и доказывать, что это феномен Наши окон, это всегда хорошо Боязнь каркасно-щитовых технологий, так называемая канадская технология Хотя дома такого типа распространены по всей планете, включая Россию в том числе Но у нас они считаются совсем уж лого класса сооружения Для сарая, для домика на шестисотках Хотя в Финляндии, в Норвегии, в Канаде в этих домах живут очень и очень состоятельные люди У нас же эта конструкция считается неприличной Хотя по своим эксплуатационным характеристикам она фактически себе не знает рамы Цена строительства такого дома в среднем на 25-30% дешевле, чем в любой другой технологии А по теплу и по энергосбережению равным нет в принципе Потому что стеночка всего лишь толщиной 20-15 сантиметров с правильным утеплителем и правильно собрана Позволяет расходовать на тепло просто какие-то смешные цифры Наш дом площадью 140 квадратных метров В деревне, в которой нет газа, где мы топим электричеством фактически А зимой показывает потребление в районе 3,5-4 тысяч рублей за электричество Это ничего вообще, мы в квартире платим больше А здесь мы отапливаем целый дом Людям, которые не хотят строить себе какой-нибудь многотысячметровый дом Для которых нужно гнездо за городом, в хорошем месте Которые не собираются там проживать постоянно Я как раз рекомендую эту технологию Она позволяет очень легко консервировать дом Что это значит? Если я выключаю отопление в каменном доме, в кирпичном Либо в любом другом, даже в брусовом Да, он медленнее остывает Но проблемы, которые начинаются, когда дом остынет окончательно Они очень серьезные Накапливается влага в кирпичных конструкциях Дом при запуске следующем требует гораздо больше времени на нагрев То есть, если свой дом я нагреваю за полтора-два часа То каменный будет прогреваться, наверное, в шутке Плюс деревянная решетчатая конструкция Как показала практика, наиболее устойчивая практически ко всем воздействиям среды Ну, наверное, кроме огня Продолжение следует...